уважаемые любители моих небольших роликов сегодня у нас ролик называется очень оригинально эволюционный эклер то есть по сути дела такая приятная добавка к чаю но заранее должен поблагодарить всех тех кто добился того что этот ролик выходит то есть нас хватило средств приношу огромную благодарность потому что к сожалению ресурсов нацкать бурную деятельность не хватает в этом году мы останемся без календаря потому что календари выпуск календарей особенно изысканных как правило дело убыточное и условиях такого кризиса издательством позволить себе такие траты не может приношу извинения сегодняшний ролик называется эволюционный эклер чему же он посвящен он посвящен тем эволюционным событиям которые останавливают развитие нашей страны ну ясно что если спросить любого гражданина который живет в нашей стране ну и который обладает минимальной вменяемость я уж не говорю то выдающий он тут же скажет ну как вот это хотел сделать не получается это хотел сделать не получается то есть речь идет о том что у нас какой-то возникает странный как говорит одна моя знакомая затык с чиновниками среднего уровня в чем же дело что собственно говоря их так беспокоит ведь вроде бы все хорошо они при власти имеют так сказать как вы знаете ресурсы доступ к ресурсам то есть ну как обычно оседлывает финансовый государственный поток и весело и задорно с него живут однако именно чиновники среднего звена и ближе к высшему собственно говоря и пытаются уничтожить нашу страну что происходит они сформировали такой такую прослойку которая очень удобно сидит их вместе с родственниками которые тоже обладают весомыми достоинствами и требует обезжиривания вообще около десяти миллионов человек внутри три миллиона буйных чиновников которые продолжают собственно говоря не только разорять страну но и создают условия для того чтобы она была разрушена что же происходит в девяти случаях из десяти если не в девяносто девяти истах чиновник дома хочет чтоб все вернулось как было чтоб тихонько ездить в ницу на сворованные указанные деньги ну или несворованные присвоенные как угодно ну вот чтобы все было по-прежнему чтобы вот счета неожиданно бы разморозились каким-то загадочным образом хотя их уже нет господа членов уже грабили вот и все вернулось назад и дети были отправлены опять в оксфорд и кембридж ну или где там с арбону на худой конец ведь напоминаю вам те проблемы которые сегодня мы имеем с егэ с блондской системой были приняты только для одного чтобы как раз дети вороватых чиновников могли выезжать на запад и там наши дипломы котировались так же как и западной полонская система нужна для легализации дипломов слабоумных детей чиновников на западе других целей никаких не было поэтому было бы интересно поговорить по интернету конечно с теми чиновниками которые принимали эту самую булонскую систему все их фамилии известны все выступавшие на телевизоре известны очень известные люди которые до сих пор продолжают реформировать наше образование я хотел бы с ними поговорить как-то по видеосвязи и желательно откуда-нибудь из нарьянмара или колымы чтобы они объяснили за сколько они проводили уничтожение отечественной науки как прочим и медицина которую сначала оптимизировали как вы помните это привело к тому что к выходу на пандемию у нас оказались мягко говоря очень плохие кондиции пришлось колоссальными усилиями министерства обороны и многих других организаций восстанавливать медицину которые оптимизировали ровно те кто сейчас и продолжает развивать это довольно странно ну вот поэтому самая большая проблема в нашей стране это средний класс чиновника то есть те самые которые ничего не делают делать не хотят и очень хотят чтобы все вернулось вспять то есть вот такая история и это основная проблема в нашей стране принимаются законы принимаются они действуют нет распоряжение презента принимаются до принимаются они действуют нет и все усилия чиновников направлены только на дно сохранить свое место и дождаться возврата к старым то есть кто и жизни которой они привыкли ну за наш счет конечно как же их выявить это же огромная проблема дело в том что они используют самые высокие степени адаптации у меня был специальный выпуск тебе сказал я рассказывал о летальной диффузии то есть это люди обладающие первичным сознанием ну то есть таким же точно как шимпанзе в к в основе которых лежит еда размножение и доминантность они не знают и не хотят знать ничего другого а все остальное служба казния государственные интересы работа это только средства для этих замечательных мероприятий поэтому им даже в голову не приходит то что можно для родины поработать ни в коем случае вы что это же расход энергии то есть иначе говоря эти люди проникшие во власть благодаря связям преданности лизанию таскать округлого места места своим начальником или совместного воровству они там прочно сидят и через них не проходит ничего если вы думаете что вот когда вам говорят по телевизору или в других местах что вот нас праздник идей давайте свои идеи мы сейчас его выплатим это неправда почему потому что ну куда кажется дальше насчет идей ну когда неинвазивный датчик диабета в мире там полмиллиарда людей так или иначе страдают этого заболевания у нас десятки миллионов думаете от кому то нужно на протяжении 10 лет после разработки этого устройства мы так и не нашли совместно с выдающимися отечественными физиками способа реализовать это занятие и не реализуем почему потому что нашей стране никогда не найдется там 50 60 миллионов рублей сухих сухеньких для того чтобы завершить этот проект который уже есть и работает в лабораторных условиях причем меряется там не глюкоза в крови а в тканях что в несколько десятков раз надежнее точнее дает параметр но кто же даст это делать если чистая прибыль от торговли полосками не помогающими лекарствами обслуживание у дорогих и очень умных врачей приносит во всем мире миллиард долларов чистой прибыли ежедневно сами понимаете а чиновники как вы понимаете закупающие инсулин полоски приборчики и прочее прочее они все живут за счет этого поэтому через эту систему не пробиться то есть что получается обещание о том что новые идеи сейчас как попрут они ни о чем не говорят то есть это только обещание это только очередной проект чтобы чиновники смогли с него слезать деньги ну да организацию процесса желательно публичного и шумного такая же история постигла в общем-то и томограф потому что ну сами понимаете кто из чиновников будет поддерживать прибор для того чтобы объективно оценивать их собственных мозги но это самоубийство конечно этого никогда не будет это даже смешно обсуждать но есть и другая проблема проблема заключается в том что на самом деле человеческий мозг обладает очень интересными особенностями его индивидуальность не поведенческая еще раз говорю а мыслительная иногда отпечатывается его некоторых поступках и делах и мы потратили очень много лет на то чтобы попытаться найти такие отпечатки индивидуальности нашего мозга это очень интересная тема поскольку она позволяет даже без присутствия человека понять как он думает и думает ли он вообще что вы как понимаете очень опасно так вот технология была разработана и поскольку как вы понимаете такая технология позволяет довольно легко ну например выявить будущих спонтанных то есть никаким образом не засветившихся в интернете нигде ничего не участвующих ни о чем ни с кем не говорящих тех самых например школьных стрелков причем за год до того как они до этого сами додумаются вот такой уровень анализа энергетического баланса мозга был получен ну и как вы понимаете в этой ситуации сам человек не особенно нужен там отпечаток энергетических расходов сохраняется в некоторых при некоторых процессах которые мы все осуществляем ну вы же понимаете как настоящий патриот отправился куда надо чтобы рассказать о том что есть такая технология на которую на разработку которых ушло довольно много лет но это не нашло никакого сказать никакой поддержки реальной и проект тоже висит в воздухе но вы представляете если вы можете например различить выявить разбойника или не дай бог террориста за полгода хотя бы до того как он начнет действовать бесценное к же кажется качество на чиновникам управляющим государством это не нужно тогда же рассыпется вся система та самая система благодаря которой они живут им же важен процесс они результат поэтому таска технология быстрее всего как и большинство мало-мальски внятных технологий может уплыть так сказать куда-нибудь в дальние страны сами понимаете потому что поддерживать разработку даже те за те скромные деньги я не имею возможности вот по вам пожалуйста кроме этого это же технология поскольку до томографа можно и не дожить она предусматривает идентификацию характеристик самих чиновников а это особо интересно то есть иначе говоря существует объективный способ чтобы разобраться в том о чем и как они думают даже если они вслух никогда в жизни об этом не скажут ни слова то есть иначе говоря у нас есть инструмент который позволяет понять как человек думает поскольку он свои мысли контролировать не может он думает как он думает он же не одумается так сейчас я перешлю от этих нейронов к этим нейрон сигналы а потом значит они передадут третьим это мы не контролируем к нашему несчастью поэтому то как работает человеческий мозг а мы искали как раз такие энергетические вещи и вас сразу умоляю это никакие не эти шапочки для зим с электродами не прочий томографический идиотизм или вокруг него нет это все делается по-другому но даже намекать не буду пусть будет элементом неожиданности когда она реверсирована всплывет и в нашей стране так вот это можно оценивать оценивать не только индивидуальность но и самое главное реальные способности дело хорошее интересное но не нашедшие среди опасливых чиновников поддержки поэтому на самом-то деле инструмент неплохой мы проверили его естественно в том числе на выборках людей самых разных причем дам даже не обязательно иметь живого гомо сапиенс мы можем обойтись и светлым образом его то есть следами его деятельности многие вещи очень хорошо получаются но например можно очень легко объективно количественно доказать где шолохов писал сам а где воспользовался чужими источниками был ли конек горбунок написан гершовом или пушкин причем это можно доказать совершенно однозначно и на основании ощущение литература ведов и не на основании тонкого анализа писанины а есть количество метод которые отражают энергетические затраты мозга который например мог произвести господин гершов 18 лет или не мог то есть иначе говоря у нас появился инструмент который позволяет разобраться с чиновниками как вот с этой начинкой в эклере она же спрятана под оболочкой внешних событий но мы можем ее извлечь как да также точно как и из эклера берется эклер берется дощечка и специальный инструмент него не надо никуда запихивать а просто можно вот так вот сделать из эклера вылезет все то самое содержимое выдавится которая и представляет для нас огромный интерес а что именно это то как у чиновников работает мозг соответствует он своему месту или так вместо блюститель можно ему доверить чужие жизни и чужие деньги или лучше не надо поскольку у него чрезвычайно развит хватательный рефлекс таким образом уважаемые слушатели рассказав вам это эту историю я хотел пояснить что интенсивная работа как была так и продолжается мы много чего сделали и пока не создан томограф у нас выработаны другие инструменты для оценки индивидуальных способностей объективные не этот придурковатый индекс айкью о котором сам айзинг ругался последними словами когда его применяли для поиска гений но это идиотизм хорошо известно но психологи паразитируют им же надо чем-то паразитировать на этом и много чего другое и не электроэнцефалография это уже совсем смешной для мальчиков обычно в америке продается так в детских магазинах но у нас в университете крупной лаборатории на морщи флобики там продают это всем направо и налево то есть иначе говоря удалось создать аналитическую систему которая построена на том что человек не может контролировать собственное мышление а раз он не может контролировать собственное мышление она как слепок ложится на плоды его деятельности этими плодами мы можем воспользоваться и так сказать узнать о нем то что он и сам не знает или даже предположить с высокой вероятностью что мы уже делали что он будет делать через полгода или через год так что пока технология не передана заинтересованным лицам где-нибудь далеко советую подумать о том как его можно использовать на нашей родной земле мне лично это сделать не удалось заинтересованных людей я не нашел на этом уважаемые слушатели прощаюсь с вами не хочу поблагодарить тех скромных спонсоров которые помогли выпустить этот ролик большое вам человеческое спасибо до свидания